Особое мнение на 101FM Андрей Николаевич, я бы хотела попросить вас рассказать чуть более подробно, что было на той встрече с губернатором. По-моему, она состоялась в пятницу. Выложена небольшая информация у наших коллег в бизнес-новостях о том, что было совещание губернатора Игоря Васильева с представителями общественных объединений предпринимателей региона. Вы рассказывали о тех обращениях, которые поступают от представителей малого и среднего бизнеса. И я так понимаю, что было заявлено какие-то вещи. Само совещание получилось немножко спонтанно, потому что 15-го числа была видеоселекторка с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Мы там присутствовали, губернатор присутствовал, общественные объединения присутствовали. Мы видели, что творится во всей стране. То есть докладывали разные регионы. Мы, к сожалению, не выступали, но тем не менее общую картинку мы увидели. После чего губернатор обратился к нам, к общественным объединениям. Давайте уже свои предложения и через два дня встречаемся. После 15-го мы как раз встретились, пятницу 17-го числа, принесли свои предложения. Он со своей стороны озвучил свое видение о том, что, допустим, какие-то практические вещи, которые он видит, например, фонд капитального ремонта, деньги есть, давайте осваивать вместе со строительным бизнесом. Какие-то конкретные вещи. Мы предложили, деловая Россия, первый у нас выступал Андрей Альбертович. Маори. Да, Маори предложил какие-то просьбы федерального уровня, такие, допустим, как отсрочка, вернее, не платить авансы по НДС. Мы совместно все, значит, делали заявление о том, что все-таки бизнес находится в информационном вакууме, и нам хотелось бы более большей открытости правительства Кировской области. На что было объявлено, что у нас есть омбудсмен Владислав Лениневич Попов, и на базе него сделать, в общем-то, одно окно, так сказать, и чтобы все обращения, которые есть, у него собирались, и он как-то их дообрабатывал, доцифровал, может быть, какие-то цифры, и доносил до правительства области. Так. Ну, то есть, это вот, это речь о том, что нет, ну, не знаю, там, прямой обратной связи очень быстрой, да, и легко работающей. Ну, я думаю, что пока большой обратной связи быть не может, даже на федеральном уровне, пока все общественные организации, вы помните письмо на прошлой неделе, которое подписали все бизнес-объединения вертикально интегрированные, пока они все вместе не объединились с одним предложением заплатить 12 300 хотя бы тем отраслям, в которых люди сегодня стоят, они работают, находятся по домам, добавили туда, услышали коды, значит, по продаже непродовольственных товаров, еще какие-то расширенные были, там, с кодами до сих пор идет утряска вот этих кодов, кто сегодня действительно не работает, хоть и коды у нас немножко... Опора сообщала, да, что вошли представители тех или иных отраслей, и коды, которые идут по, ну, вот так вот, да, коды по видам деятельности основной, вроде занимаются одним же самым, да, а одним бизнесы входят, другие не входят в этот список наиболее пострадавших. Я думаю, это исправят, если действительно, там, эти же детские центры какие-то обучаемые, можно под разными видами кодов с ними работать, ну, я думаю, что это подправят. Поэтому, если у кого-то есть, кто видит себя, что он не попал в эти списки, хотя бы получить 12 300, пожалуйста, ну, либо к Владиславу Леонидовичу Коле заявленные, либо там вообще общественной организации стучитесь, мы на федеральный уровень все это будем отправлять. Речь идет о тех организациях, которые вроде бы входят в список отраслей, которые подлежат поддержке, но при этом из-за кода основного своего прописанного они вроде как на поддержку пока не могут претендовать. Они входят в отрасли, которым сегодня запрещено работать. Давайте пока пойдем от запретов, к сожалению. Помогут нам, не помогут, это будет манна небесная, но пока нам части нашего бизнеса запрещено работать. Вот поэтому, если вы сегодня не ведете деятельности, к сожалению, являетесь таковым, кто попал, поэтому заявляйтесь, объявляйтесь и говорите, мы про нас забыли. Мы постоянно на федеральном уровне уточняем эти коды, и их доносят до правительства Российской Федерации. Насколько возможна, на ваш взгляд, насколько возможна ситуация с расширением списка пострадавших? Видов бизнеса? Ну, еще. Еще? Ну, вот сегодня цифра в Москве 9% прирост заболевших. Слава Богу, статистика, к сожалению, умерших есть, она около 10% по сравнению с европейскими странами. Не, 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 ниже, там ниже, что вы? А 10% в смысле? 10% к выздоровеющим, к выздоровеющим. Я поняла. 10% в общероссийская статистика. В Германии она ниже, в Китае она ниже, но общеевропейская гораздо выше. Поэтому, если завтра, послезавтра тенденция все-таки уменьшится, хотя бы не будет так повторяться. Понятно, что часть коронавирусников разъехалась по всей стране, и прирост на территории, в любом случае, он отразится. Отразится все, кто есть. Заявлено было, что за прошлые несколько недель, каждый чуть ли не день по миллиону или по 800 тысяч с Москвы уезжало население какого-то вопроса. Кто из них был болен? Людей, кто работал, да. Да, болен, не болен, заражен, не заражен. Поэтому волна еще по стране пройдет. Будем надеяться, что она будет не такая, как в Москве. Андрей Николаевич, у меня вопрос был немножечко другой. Скажите, пожалуйста, вот те сферы и отрасли деятельности, которые сейчас уже в списке претендентов на поддержку. Вы меня спросили, будет ли расширение? Я думаю, что... Будет увеличен этот список или нет? Ну, если сегодня, допустим, у нас в Кировской области, спасибо правительству, разрешили работать лесному сектору. И сейчас, в общем-то, практически разрешено строительному. Давайте разбираться, кто до сих пор не работает, если его нет в списке, конкретно с ним разбираться. Поэтому мы приложим все силы, там, омбудсмен приложит, наверное, все силы, для того, чтобы все, кто сегодня не работает, хотя бы получили 12-300. Это мера поддержки 12-130, наверное. 12-130, да, это мера поддержки 12-130. Ну, то есть, вот размер минималки. Это федеральная мера поддержки. Да. Она вам кажется достаточной для того, чтобы предприятия малого и среднего бизнеса поддержались? Мне не кажется достаточно. Я бы предложил всем административные аппараты страны попробовать пожить на 12-300, установить на период эпидемии себе такую же зарплату всем чиновникам нашей страны и попробовать на эти деньги прожить. А почему тогда она такая? Почему не больше? Ну, пока кто-то придумал такую цифру. Есть еще вопрос у многих предпринимателей о том, почему так поздно это все. Ну, то есть, люди без зарплаты сидят уже сейчас, а возмещение какие-то предприятия, там, да, организации начнут получать только в мае, а потом в июне. Ну, потому что не все чиновники прошли через жерло предпринимательства. Они не все могут представлять, как работает бизнес. Поэтому медленно, поэтому вот как раз есть обращение предпринимателей, письма, объединенные письма, когда мы свою точку зрения доводим, и ее, слава богу, пока слышат на каком-то уровне. Все, что связано с деньгами, а наш регион дотационный, мы только можем ждать деньги из центра. Не надо никаких строить иллюзий, что у нас есть какая-то кубышка или еще что-то. Поэтому все, что будут, любые решения с деньгами, скорее всего, что будет, может быть, какая-то от нашего оригинального правительства помощь. Ну, это тогда вопрос не ко мне, а от правительства. Хотя Игорь Владимирович нам задал вопрос, чем мы на оригинальном уровне можем помогать, в том числе, каким отраслям, возможно, мы будем помогать деньгами. И чем? Ну, мы принесли предложение, если власть услышит, что-то мы... Андрей Николаевич, какие предложения? Мы можем озвучить хотя бы одно, там два? Давайте я тогда за свои предложения отвечу. Давайте, за ваши, конечно. По моему видению, у нас в регионе, в Кировской области, благодаря четырехлетнему наведению порядка в лесной отрасли, сейчас есть просто провал. Люди сидят без работы, сидели без работы, потому что доступ до лесного ресурса был крайне ограничен. Все нормативные правовые акты, которые рождали Министерство лесного хозяйства Кировской области, практически ограничили доступ предпринимателей Кировской области на сырьевой рынок. Это мы сейчас про какой период времени говорим? Про последние четыре года? То есть про время, пока Игорь Васильев губернатор? Или про ранешнее время тоже? Или про более ограниченный срок? Я думаю, что первые два года мы наводили порядок, а вторые два года пытались создать какую-то систему, которая бы могла работать. Но, к сожалению... Не создали. Ну, не создали, да. Либо создали, и вот, ну, давайте, кто умеет читать газеты, пусть читает, как бы. Считаю, что часть работников Министерства лесного хозяйства, которые были не согласны с позицией руководства Министерства, просто уволились, не желая, так сказать, губить совместный лесной отрасль. Поэтому у нас большие перспективы по занятости населения в районах области есть, если мы разрешим эту проблему. У нас есть проблема отсутствия доступа к лесным ресурсам малого и среднего предпринимательства в Киевской области. У нас она есть. А декларировалось-то наоборот же? Ну, сейчас что декларировать, давайте не будем обсуждать. Хорошо. Я не следователь. То есть проблема? Проблема есть. В конце 2015 года мы по правительству Российской Федерации бегали с архангельским сменом и пытались эту нормативку родить о конкурсах, чтобы доступ был у малого бизнеса, который имеет производственную хорошую базу, который имеет работников. Но, к сожалению, все в нашем министерстве это было извращено. Извращено. И чему это привело, мы все знаем. Не будем как бы о печальном и грустном. Это вы сейчас про что? Вы про арест Андрея Плитко говорите сейчас. Это вы говорите. Я не говорю. А вы не говорите. Понятно. Я не говорю. Я говорю, что сегодня есть нормативно-правовая база, которая запретила практически малому и среднему предпринимательству работать в лесу. И если мы эту базу изменим? Мы ее надо дорабатывать. Надо ее менять. Ее надо срочно менять. И мы тогда... Вот сейчас если малому бизнесу в районах области вообще нечем заниматься, и как раз... Кстати, за это время очень много лесников занялись торговлей. Они еще не потеряли навыки работы в лесу, потому что не было доступа до сырьевого ресурса. 800, по крайней мере, не знаю, сколько растовлили, но по моей информации, около 800 договоров было на расторжение с предпринимательством, с малым бизнесом. Если это сейчас можно картину как-то оперативно восстановить, если возьмется кто-то, кто может это сделать. Потому что у нас большая перспектива, в отличие от соседей, рынок занятости насытить рабочими местами всех на лесоповал, извините. В районах области? В районах области. А вы думаете, там проблемы нет? Вот мне сейчас вчера довелось сгонять на границу с Мариэл, как бы дальше не поехал. Встреча у меня там была. Я был вчера в Яранске, в Советске, в Лебяжье. Там, представляете, люди-то тоже ведь живут. Я не сомневаюсь нисколько в этом. В общем-то, я думаю, что мы часть бы народа могли бы занять. А магазины как бы... Часть магазинов закрыта, естественно, промышленные. Люди сидят и не торгуют. Куда их... Вот они что там сейчас в этой... Умирать должны с голоду, что ли? На 12-300, наверное, можно прожить. Но недолгий период. Слушайте, а вот, ну, работать, работать, понятно. Там, да, занятость будет. А будет ли возможность у предпринимателей выплачивать зарплату? Потому что не очень пока понятно. А лес-то востребован? Ну, я вчера созванивался с Андреем Леонидовичем Сенко, созванивался с людьми, которые занимаются, брокеры, которые ведут экспортные и импортные сделки. Мне сказали, что у нас экспорт не останавливается. То есть на внешнем рынке наш лесной ресурс востребован. Внешний рынок, это мы имеем в виду зарубежный? Зарубежный рынок. То есть, несмотря на эпидемию коронавируса, лес по-прежнему требуется? По-прежнему требуется. Я просто думаю, что немножечко у нас, вот нам картинки рисуют, наверное, они для Москвы, наверное, очень сложные картинки. И когда нам показывают человека, который лежит вниз головой, и видно, что он еле дышит, это трудно смотреть, это чужая жизнь, лучше ее не обсуждать. В районах-то области я же проехал, все живут, все работают, ходят без масок, никто не мучится. Серьезно? Серьезно, да. Но не все работают, в смысле, кому разрешено, там жизнь есть. И я вчера был в Магните, там жизнь есть. То есть люди не сидят по домам? И магазины не пустые? Продуктовые магазины не пустые. И люди просто ходят без масок, и я говорю, а что у вас с эпидемией? А ничего, мы тоже в маске сидим, но у нас ничего нет. Поэтому психология там, а мы, говорит, телевизор не смотрим. Может быть, в этом какая-то польза может быть для кого-то. И смотреть телевизор. Ну да. Андрей Вавилов в нашей студии, руководитель Кировского отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». И Андрей Николаевич, я хотела попросить вас прокомментировать те письма, которые идут в адрес власти, не от общественных объединений предпринимателей, да, но от каких-то неформальных, так скажем, объединений. То есть мы за последние две-три недели видели таких писем несколько. Да, это жалобы представителей отрасли общепита и сферы гостеприимства. Раз. Это были жалобы недавние совершенно этой индустрии красоты. Два. То есть люди не понимают вообще, когда они откроются и каким образом они будут выруливать, потому что вот эти вот сферы, это те сферы, которые, ну скажем так, не основные и не самые обязательные. Вряд ли туда в первую очередь люди понесут деньги, когда нам разрешат работать как обычно, да, все откроется. С их стороны, ну такие прям, я не знаю, как это сказать, крик души, да, вплоть до увольнения министра Натальи Кряжевой. Вы как к этому относитесь? Ну, я лодку не стал расшатывать, потому что, смотрите, все ограничения, которые придуманы на территории Кировской области, ни губернатора, ни Наталья Михайловна вводят, у нас есть главный санитарный врач. И он несет за это какую-то глобальную ответственность. Но вряд ли он тоже самостоятельно это делает. Скорее всего, это распоряжение по всей стране, которое идет из Москвы. Так, подождите, вот эти письма, они нужны власти для того, чтобы понимать, что происходит в конкретной сфере там, здесь? Они полезны или бесполезны? Ну, я вам прокомментирую. Давайте. Самое первое, что там в списке был предприниматель, который к нам хотел вступить в общественную организацию, но когда мы ему сказали, что вообще у нас взносы есть, он отказался. Так. Но все-таки мы его нашли, он там был подписан, мы с ним поговорили. Самое первое письмо, это то письмо, которое было как раз в индустрии гостеприимства, да, а в сфере общепитов ему про это говорил. Да, да, да. Вот я про одного человека могу сказать, который в списке, он сказал, «Я за снятие министра не подписывался, я подписывался за поддержку предпринимательства». Так. Поэтому мы все подпишемся под поддержку предпринимательства. Крик помощи, он должен быть, иначе власть может и не всегда услышать. Он единственное, что в общественных организациях подобное, «Деловой России», «Опоре России», «РСПП», «ТПП», мы это делаем системно и в большую степень отправляем все это на федеральный уровень. А те предприниматели, которые были не объединены, понятно, что они хотят быть услышанными. Но я-то по своему опыту вам скажу, когда общепиту было плохо, я как раз тогда был омутсменом, когда мы пытались на уровне региона ввести ограничения по продаже алкоголя в ресторанах, которые встроены, пристроены в жилые дома, тогда собралось с этой проблемой 200 там с лишним представителей общепита. И вот когда есть проблема, мы объединяемся почему-то. Но после этого как бы больше я этих людей не видел, и ни в какую общественную организацию они между собой практически не создали. У нас есть, у нас в «Опоре» есть Татьяна Кайгородцева, которая пыталась их объединить. Гильдия рестораторов, по-моему. Да, гильдия рестораторов, она у нас возглавляет комитет. Но вы знаете, ни один человек нам не пришел в опору после того, как проблема рассосалась. Так это, собственно, абсолютно стандартная ситуация. Люди никогда не тратят свое время на то, что их не волнует прямо горячо в настоящий момент. Но, к сожалению, оказалось, что проблемы-то возникают периодически. Сейчас другая проблема возникла. Дай бог, чтобы она была последняя или крайняя. Да не будет такого. Ну тогда, чтобы они были вот слышаны не на уровне «Кухонь». Объединяйтесь, как бы, или создавайте свою какую-то крутую общественную организацию, которую будут слышать. Я понимаю, что у нас разные были общественные организации, не будем упоминать за эти 20 лет. Но создайте такую, если вы не хотите прийти ни в деловую, ни в опору РСПП, ТПП, вы считаете, что вы там не к месту или к месту создайте свою, которую будут слышать. Вам никто не мешает. Вы спросили, нужны ли такие письма? Я говорю, нужны. Только без искажения действительности. Если не все предприниматели подписываются под снятие министра или там еще что-то, тогда вы хотя бы пишите правду. Три человека хотят министра снимать, а 143, ну, вы тоже, может быть, сняли, но в следующий раз. Ну, к сожалению, как бы, вот, это показывает о том, что я... Почему пример-то привел, когда я был омбудсменом, мы, слава богу, вот, собирались, как бы, вот так. Сейчас, Владислав Леонидович, приходите к Владиславу Леонидовичу, есть омбудсмен в регионе. Собираетесь, доказывайте, что вы те люди, на которых стоит обратить внимание. А почему они должны что-то доказывать, если это люди платили налоги на протяжении, там, какого-то определенного времени? Кто-то их платил на протяжении года, а кто-то на протяжении 20 лет. У меня есть такое предложение, что вот пусть нам налоговое сейчас все прозрачно, и видно, сколько мы за три года налогов каждый с вами заплатили, ну, или тот бизнес, как бы. Вот пусть нам хотя бы из расчета, там, 1,36 за месяц вернут эти деньги, и мы посмотрим, кто будет в каком списке, как бы, да? Ага. А вы думаете, это реально? Ну, просто вот когда, так сказать, при моем обученстве закрывали ярмарку на Комсомольской, из 126 ларьков только 4 предпринимателя работали в правом поле. И мы всем помогли. Всем помогли. Девочка одна сейчас в Ульяновске работает, свой у нее фитнес-центр. Два, там, три предпринимателя объединили, свой торговый центр сняли. Я бегал сам лично, ходил, не бегал. Так, не трогайте микрофон, пожалуйста. Помогал, значит, фиксировать какие-то цены арендных платежей, чтобы они были, чтобы понятно. Не все предприниматели сегодня платят налоги. Они в этом не виноваты. Система такая, потому что жить сегодня хочется здесь и сейчас. А вот эта ситуация показала, что вот таких предпринимателей, которые работают сегодня серое и черное, так их назовем, это не мой термин, они сегодня вообще ничем не охвачены. То есть они помощь не получат? А как они получат, если они не платили белую зарплату? Белую и прозрачную. И выше еще среднеотрасливой, которая там в общепите сегодня 20 тысяч, по-моему, 450 рублей. Так, подождите, Андрей Николаевич, а вот сейчас поясните, пожалуйста. Я так понимаю, что вот эту выплату в 12 130 рублей получат все, вне зависимости от того, средняя зарплата выше она по отрасли или нет. Давайте вот сначала получат, а потом поговорим, потому что еще никто не получил, и я знаю, что это отдано на откуп налоговой, и вот когда налоговая все-таки составит перечень поддержанных предприятий, вот тогда будем обсуждать. Это кировская налоговая должна сделать? Почему все? Я сегодня читал у нас в чате федеральные опоры, вчера как раз вечером кто-то задал, а правда, что налоговая вот это все доведет до ума? Другие пишут, да, правда, более осведомленные. Я тоже общался, звонил заместителю начальника налоговой Кировской области, сказал, да, мы сейчас разрабатываем перечень предприятий. То есть все-таки наши разрабатывают перечень предприятий? Ну, с требованиями федеральными, естественно. У нас федеральная налоговая служба и ФНС, как бы, у нас никакой самодеятельности. Я, честно говоря, вообще не понимаю. Выплата будет в размере минималки тем, кто трудоустроит, а почему-то делает налоговое? Я, кстати, 12-300 или 130 просто не ждал бы. Это манна небесная, если нам что-то дадут. Не рассчитывайте. Нужны более кардинальные, кардинальные. И 12-300 нас не спасут, никого не спасут. Дай бог, если кому-то отойдут, это уйдет на коммуналку, если дети все-таки пойдут в детский садик или еще что-то. Что такое 12-300 для семьи? Нормально. Но это лучше, чем ноль. Это лучше, чем ноль. Никто не откажется. Никто не откажется от 12-300. Андрей Вавилов в нашей студии, руководитель Кировского отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Мы сделаем сейчас перерыв на полторы минуты и вернемся после рекламы. Особое мнение на 101FM В студии Андрей Вавилов, руководитель Кировского отделения общественной организации «Опора России». Я бы хотела вас, Андрей Николаевич, еще попросить прокомментировать публикацию на портале «Знаком». Есть понимание чудовищных политических рисков. Это фактически подстрочник выступления Наталья Зубаревич, профессора МГУ и специалиста в области социально-экономического развития регионов. Онлайн-интервью «Мир после пандемии», которое проходило и было организовано Ельцин-центром в Екатеринбурге. Что говорит Зубаревич? Она известный такой специалист в области региональной экономики. Она говорит о том, что сейчас у нас надвигаются новые 90-е. То есть те кризисы, которые были у нас в новейшее время, в 21 веке, то есть 8-й год, 9-й год, 14-й год, ни в какое сравнение с тем, что происходит сейчас, не идут. Сейчас вот реально подкрадывается 91-й год, и риски для власти примерно такие же. То есть если власти на уровне страны не примут срочных мер по поддержке не только бизнеса, но и граждан, и люди останутся без работы, вот сейчас идет апрель, и в апреле уже деньги у людей заканчиваются, то фактически будет отношение к власти примерно такое же, какое оно было к власти тогда, в 90-е. Вы с этим можете согласиться или нет? Я немножко не могу с этим согласиться, потому что в 90-х было другое население. Были все нищие, у нас ничего не было, мы были никто. Ну, части были какие-то накопления через кооперативы, какие-то квартиры кооперативные, либо еще что-то. То есть мы были все нищие, поэтому революция в 90-х, она, в общем-то, и состоялась. Фактически пусть там, какая хоть и нельзя ее назвать, бескоровной в Москве люди, к сожалению, погибли под танками или где-то там. Думаю, считаю, что буржуазная революция у нас произошла. То есть мы сменили коммунистический строй на какой-то рыночный, который мы не знали, который естественный. Сейчас, если и выйдут на улицу, только совершенно ограниченное число людей, пролетариев, которым действительно нечего терять. Какое количество их будет, достаточно небольшое. А если говорить не о выходе на улицу, если говорить о степени поддержки власти? У нас выборы, у нас конституция, в конце концов, меняется. И когда-нибудь все-таки будет голосование за ее одобрение, либо неодобрение. Не знаю, я когда сижу у председателя избирательного участка, я могу честно сказать, что... Честно и абсолютно честно подтвердить, что подтасовать выборы сегодня технически, по крайней мере, на оригинальном уровне невозможно. Я не про подтасовку говорю, я как раз говорю про искреннее совершенно выражение мнения. То есть ощущение, что власть федеральная бросила регионы и выплывайте кто как хочет. Да не бросила она, она просто не быстро принимает решение, потому что она не знает, что делать. Она не была предпринимателем. Если премьер у нас был налоговиком, программистом-налоговиком. И вот я сам программист, но я-бухгалтер, финансовый директор. Я его понимаю, как он мыслит. Он мыслит регистрами и мыслит, как работают законы, потому что он налоговик. Поэтому, когда мы бизнес-сообществом достучимся и ему объясняем, что нужно и сюда еще посмотреть, он все равно услышит. Потому что общественное объединение и бизнес-объединение, можно нас ругать, можно не ругать. Президент нас слышит. И благодаря только вот этой общей сейчас совместной позиции бизнес-объединения, мы наконец-то все объединились. Потому что раньше мы маленькие, мы средние, мы крупные, мы работодатели, мы самые крутые. Сейчас, слава богу, этого нет. Сейчас есть вместе. Вот бизнес сегодня, по крайней мере, федеральное бизнес-объединение, в которое мы тоже входим, сегодня объединены и несут для президента и премьера какие-то... Какие-то новости в Клювике вынесете. Новости в Клювике внесем с мест. Барометр того, что 46-50% бизнеса сегодня уже распустило коллектив или из малого предпринимательства. Это вы про Киров сейчас говорите? Про Кировскую область? У меня есть статистика, как бы сейчас, вообще российская. Так. Насколько она, выборка большая, ну, одному богу известно, но тем не менее, 46% уже предприниматели распустили свои коллективы. Угулили фактически или уговорили уйти на биржу. Посидеть временно. Да, либо еще что-то. Еще часть вывела в неоплачиваемый отпуск, а часть как-то тянет. Помните, мы уже, по-моему, как-то раз чужие слова повторяли, да, и во время отлива мы увидим, кто плавал без нижнего белья, да. Так вот, отток вот этих сейчас рынка услуг нет, нефти нет. То есть мы сейчас, как бы, вот сейчас создается ситуация, когда мы поймем, у кого какая была устойчивость вообще, как бы, вот его бизнеса к любым старашным штормам. Сейчас, ну, громадный шторм, который там много картинок наложил, к сожалению. Еще мы не отошли от кризиса Крым наш, как бы. Ну да, да. Мы от него не отошли, мы не вышли из него. Мы еще не вышли даже на уровень тех доходов, которые были в конце 2014 года, да. Поэтому мы, как бы, вот, вот, есть такой, значит, кривая жизненного цикла, которую мы обычно рисуем, да. Мы этот кризис, как бы, да, начали принимать на кривой, вот, которая после Горба, там, гораздо ниже, как бы. Мы еще туда идем. Девяностыми, там, придумывать, что сегодня будут девяностые. Девяностые было... Был бандитизм. А вы не исключаете, что эта история может повториться, может быть, не в виде бандитизма, но в виде уличной преступности? Я не знаю, как будет в Кирове, но по Москве есть очень большие опасения, потому что большое количество людей, оставшихся без работы, они выйдут на улицу добывать себе пропитание, фактически. Вы хотите, чтобы я краски сгущал? Пока не буду. Пока не будете. Пока не буду. Давайте пока понадеемся на то, что государство придумает вместе с нами. Хорошо. Не наши кухни, как бы, да, то есть, вот, слава Богу, что есть вы, есть другие издания, которые нас выводят на белый свет. Мы можем транслировать не только свои мысли, а мысли наших предпринимателей, наших жителей, как бы, да. Давайте их транслировать, может, кто-то прочитает. Андрей Николаевич, у предпринимателей есть какие-то вот сейчас те движения, связанные с тем, чтобы каким-то образом оптимизировать налоговую нагрузку? Я помню, что до момента, когда все вот это случилось с коронавирусом, да, была проблема, она в начале года, по-моему, озвучивалась. Это по уходу наших предпринимателей кировских в соседний регион, в Удмуртию, да, где объявили для новоприбывших льготный налоговый режим на первый год, по-моему, да. Эта история, она сохраняется или нет? Ну, давайте тогда сначала с предысторией. Давайте. Кто сегодня губернатор Удмуртской республики? А у нас губернатор Александр Бричалов. Бывший президент нашей опоры России. Почему он был во главе? Потому что он возглавлял одно из самых крупных отделений в Краснодарском крае. Он там вырос, видимо, как бы, да. Поэтому пришел во главу региона шустрый предприниматель, в котором власть увидела хорошего сначала предпринимателя, потом, значит, публичного деятеля, президентом опоры России встать, ну, достаточно, так сказать, нелегко. Ну, вот я примерно не встал, например, да. Но не давилось. Ну, подождите, еще не вечер. Поэтому, как бы, вот этот шустрый предприниматель, понимая когда-то, видимо, что любой уважающий себя предприниматель все равно платит не больше одного процента, а где-то нам налоговая, когда сосиску по Кировской области давала 0,7, 0,56, по крайней мере, когда мы объезжали районных областей. Какой смысл рисовать там 15%, 7,5%, 5%, 6%, 3%? Если все оптимизируются, да? Если все равно все оптимизируются, потому что я как человек, который с 92-го года занимался главным, был главным бухгалтером до 2008-го года, и сейчас мне не лень посмотреть отчеты бухгалтера, как бы, да, и посмотреть их, как, прежде чем налоговую издать, не с целью оптимизации, хотя бы проверить, что у меня какая картинка мира там, да. То есть мы за этот 1%, как в Удмуртии, давно ратуем, давно ратуем. Но пока нет. Придет ли к этому наши руководители нашего региона, ну, можно, конечно, бричало обвинять в финансовом шовинизме или как это. Бегут люди или не бегут в Удмуртию? К сожалению, бегут. Много? Ну, вот мы можем, примерно. Ну, спросите налоговую. Спросим налоговую. Ну, у меня нет такой, там, официальная статистика точно есть налоговая. Если она имеет на это право, она, вообще-то, у нас сегодня налоговая, вообще прозрачная ситуация, да, она вам ведет, спросите у наших руководителей. С вами советовались? Что? Кто с нами советовался? Ваши, там, подопечные, те люди, которые когда-то обращались в опору России, советовались с вами на предмет того, не уезжали из Кировской урли? Да. У меня таких звонков не было. Таких звонков не было. У меня таких, честно, звонков не было. У меня вот гораздо раньше было уйтили в Москву, не в Москву, потому что скоро точно знаем, что придет налоговая проверка. Тогда люди спрашивали, я говорю, ну, всю жизнь будете бегать или только один раз убежите, честно могу сказать. Сейчас, вот, с того момента, как соседний регион принял такие налоговые ставки, у меня таких звонков не было. Видимо, предприниматель сам, ну, без меня, может, с кем-то и советуются, но у меня не было таких звонков, я не буду вас обманывать. То есть оценить ситуацию именно по цифрам вы нас отправляете в налоговую. Хорошо. Я могу сказать, что есть цифра пока 9 предпринимателей или 9 юридических лиц. Но это не очень много. Вопрос, сколько они унесли налогов и сколько сэкономили, и был ли смысл вообще за них держаться, это уже давайте как-то с налоговой, да. Это к налоговой. Хорошо. Две минуты у нас остается до конца эфира. Я бы хотела вас еще попросить прокомментировать вот какую историю. Пока нет официального подтверждения, мы в пятницу делали на эту тему эфир. Есть большой риск, что проект поддержки местных инициатив, то, что делалось на протяжении 10 лет в Кировской области, в этом году останется без поддержки со стороны бюджета. То есть не выделят те средства, которые обычно выделялись на реализацию проектов. И люди, которые готовы были свои проекты реализовывать, и даже бизнес, который готов был их поддерживать, ну, как минимум, до следующего года останутся неудел. Вам как кажется, вот эта вот история, это не целевые расходы для бюджета, и надо действительно резать и направлять на что-то более важное, да? Или все-таки надо вот сейчас затянуть пояса, отрезать вот где угодно еще, но только не здесь, и отправить средства на поддержку? Это целевые средства. Почему? Потому что развитие местных инициатив – это один из методов вообще развития активности населения. И чем цивилизованнее население будет пытаться благоустроить территорию вот в том месте, где они живут, и при этом чувствуя локоть государства, вообще это как бы очень важная работа. Найдутся ли в этом году средства? Я думаю, что если… Думаю, что не найдутся, потому что МДФЛ мы сейчас не платим, потому что нет зарплат, нет доходов в бюджет, будет очень большая бюджетная дыра. Думаю, что если государство в этом году не поддержит, не выделит средства на это, мы все поймем. Мы от этого хуже не станем. Главное, что мы знаем, что это инструмент работающий, и главное, что мы знаем, что столько лет кто проявлял инициативу, он был поддержан. Но ситуация настолько непредсказуемая и критичная, что обидится и всем населению сказать, что мы больше не будем придумывать таких проектов, ну это нелогично совершенно. Я думаю, о таком, конечно, речь не зайдет, и вы, я так понимаю, что все-таки считаете, что люди поймут. Я считаю, что люди поймут, потому что как-то есть действительно более серьезные задачи, то мы поймемся. Благодарю Андрея Вавилова, руководителя Кировского отделения опоры России. Особое мнение на этом завершается. Всем до свидания. До свидания.